Бог, как всегда, богат для всех, призывающих Его на всяком месте. Бог богат. Слава Богу, дорогие друзья! Вы знаете, что Дух Святой нас учит не только в специальных ситуациях. Но так мы иногда воспринимаем в чрезвычайном нашем понимании, что есть специальные ситуации, как вот это служение, например. И Бог учит нас. Или еще какие-то отдельные служения или моменты, где мы намеренно готовимся, или вот готовы слышать, или готовы учиться, или понимаем, что мы открываем Библию, Бог будет говорить с нами и так далее. Крайне и так должно быть. Но вы знаете, что на самом деле Бог учит нас всегда. Во всякое время. То есть наше восприятие, когда Бог нас учит, должно быть расширено на все наше время. Давид это выражал так. Он говорит, даже и ночью учит меня внутренность моя. То есть Давид был готов. Вы знаете, почему иногда мы не ощущаем этого? Или это не как бы мы говорим, но этого не происходит со мной. Потому что мы не готовы к этому. Потому что готовность определяет, что мы на самом деле будем слышать или нет. Готовность слышать, готовность принимать. И когда ты готов, ты будешь слышать. И в самых неожиданных моментах, вот недавно момент. Ну, вы знаете, есть транспортные остановки, да, троллейбусные, автобусные. Мы все на них время от времени, ну, большая часть безлошадных верующих или неверующих на них стоят. Вот, и ждут транспорт. И стою, ждут транспорт. Какой-то транспорт в Переварное. Чтобы побыстрее доехать, обычно самый быстрый, это Ялтинская или Алуштинская. Там маршрутки такие, Мерседесики ездят, они быстро ездят. Вот, в принципе, иногда, когда надо быстрее, ну, удобно. Хорошо. И вот стоишь, ждешь что-нибудь. Подъезжает такая маршрутка. И я спрашиваю, по долине берете? Ну, нет, говорит. А он пустой вообще. Нет, закрывает дверь, уезжает. Не беру по долине. Он, знаете, я так стою, так и у меня автоматическая такая вещь. Как открыл рот сказать, ну, едь пустой, да, самоел. Вот, так и едь, ну, раз не берешь. И вдруг Дух Святой внутри меня где-то, я слышу, я слышу слово, как сын проклятия. Вот такая фраза позвучала. Как сын проклятия. Я так открыл рот, остановился, потому что, ну, Бог вмешался в ситуацию. Мы настолько привыкли иногда что-то неправильно делать, что оно как, ну, знаете, как программа уже включается. Даже не надо думать и придумать. Оно само. Пустой это автобус. Он меня не взял. Мы всегда воспринимаем на свою личность, что он меня лично не любит. Он плохой, нехороший человек. На самом деле, я открыл рот, потом я закрыл рот. Фраза у меня была уже в уме, я ее почти сказал, пробормотал почти, но закрыл рот. И думаю, на самом деле, почему человек меня не взял? Потому что он надеется, что может, там, на автовокзале, на следующих остановках, он наберет людей до, это, и его будет рентабельный маршрут. То есть, я понимаю, он, это его работа, ему нужна максимальная, что, рентабельность. Когда я работаю, или я договариваюсь где-то, я тоже чего хочу? Максимальной рентабельности. Я хочу тоже получить максимальную сработу, ну, максимальную выгоду. И думаю, а тогда чего я его, ну, тут не люблю? Ну, человек в своем праве. Это не то, что он меня лично ненавидит. Ну, я вас, ну, я вас, блин. А я поступил, как сцены проклятия, которые что делают? Проклик. Знаете, когда начинаешь давать правильное определение тому, что происходит, все меняется. И когда я понял, что я проклинаю человека, это так нехорошо прозвучало. И я стою и думаю, я хотел проклясть человека. Пожелать ему чего? Чтобы его работа была пустая, чтобы он проездил бензин, проездил транспорт, все. И был пустой. Только потому, что он меня не подвез. Хотя у него другая цель. Есть, которые идут маршруты до перевальной, да, есть, которые, вот, они берут, а все, там без проблем. Но этот не обязан был брать меня. Ну, это его дело. Кто-то берет, кто-то не берет. Но проблема не в нем, а проблема во мне. Мы сегодня слышали с вами, что апостол Павел предупреждал Тимофея, что последние времена будут не тяжкие, да? Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие ли благочестие, силы же его отрекшиеся. Так и выкудаляйся. И сила благочестия в том, чтобы не только называться и быть. Да, Писание говорит, что Бог дал нам власть что? Называться и что? Быть. Так вот, сила благочестия, это быть. Я вот стою на том остановке, я знаю, что я называюсь, или верующий, или пастор, и все. Но прозвучало во мне, Бог обличил, Он сказал, как сын проклятия. И я громко, представляете, я думаю, как все плохо. И когда я стал думать, как это все называется, то, что должно было произойти. Это называется, я хотел проклять человека. Я проклинал его труд. И вы знаете, мы иногда не задумываемся, это так незаметно происходит. Это просто происходит. Если бы, возможно, не прозвучал голос Божий, я бы повторил это, потому что и раньше такое говорил. Ну, потому что не взял бы, поел бы, а что ему было меня, я бы что-то заплатил, что ну и пусть едет пустой, да, это, раз не хочет. И это все, это не то, это иду, и я, я думаю, у меня все равно там все, пусть все как хотят. Я, знаю, мир, сам стою перед Богом, и, ну, и я, когда читаю вот эти, знаю, что время тяжкое, я понимаю, что это люди. Люди есть признак, самый верный, главный признак, что Христос близко, состояние людей. Мы сегодня слышали свидетельства, и я понимаю, я тоже люди. Я тоже люди, я там, и я пополню, что отделяет меня не то, как я называюсь, а как я есть. И я думаю, что надо меняться. Я открыл свои уста уже, когда прошел процесс осмысления, покаяния внутри Господня, этого не должно больше быть. Этого не должно быть, это сыны проклятия, я же сын благословения. То есть, Писание говорит о нас, говорит о нас так. Не воздавайте даже злом на зло, или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение, как сыны благословений. Ибо кто хочет, любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык своей зла и устасывает лугавых речей. Это 1 Петра, 3 глава, 9 стиха и дальше. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, стремись к нему, потому что очень у Господа обращены к праведам, уши его к молитве, но лицо Господне против делающих зло. Итак, я понимаю, что в данном случае лицо Господне было не за, а против меня. И я открыл уже свои уста потом и говорю, Господь, дай этому человеку, пусть будет полный салон у него людей, до Ялты или где-нибудь, куда-то, конечно, пусть он заработает максимально. Благослови, наполни, дай ему Господь успех, потому что, а какую мерою? Мы забываем часто, что мы живем под этими вещами, независимо помним мы об этом слове или не помним оно, что над нами тяготеет. Какую меру мерите, такую вам будет отмерено. Каким судом судите, таким будете судимы. Как я определяю другим людям, я определяю себе. Какую я определяю окошечко для других, в такое окошечко мне пролизать. Понимаете? Вы знаете, Бог нас учит. И это великое благо. Приятно ли это? Ну да, может это неприятно, потому что это стыд. Стыдно пред Богом, да? Раз и попался. Ну это, наверное, самое большое благословение. Потому что Бог не учит людей, которые ему не принадлежат. Бог учит тех, которые его. Если Он меня учит, значит я для Него кто? Сын. Я не посторонний, не чужой. Потому что тут же на словке другие люди ругались, проклинали, говорили. И никто их не останавливал. Мне говорит, Бог их не останавливал. Они не способны его слышать. И я порадовался, и говорю, Господь, как хорошо, что я способен слышать обличение и воспринимать голос Божий. Это, наверное, самое хорошее в моей жизни. Я говорю, Господь, останавливай или вразумляй меня, когда я неправ или когда я что-то не так делаю. Если мы любим процесс обучения, он будет у нас. Если мы любим его, мы можем закрыться и не получать это обучение. Мы можем не слышать. Я помню, рассказывал, по-моему, расскажу, одна сестра в церкви. Это еще раньше было. И приезжали, когда пророки в церковь. Были еще пророки в церквях. Сейчас, ну, как бы, те, которые называются пророками, я, когда сталкиваюсь с ними, я удивляюсь, потому что не узнаю это. Кто угодно, но это не пророки. Это менеджеры церковные, администраторы, какие, может быть, люди обученные чему-то, психологи и так. Но это не пророки. Но когда были пророки, а это такой Божий рентген, и вот в конце служения было так принято. Все проходят, он со всеми здорово, приветствуется, но в конце как бы. И у каждого, каждому нему слово. Какое-то пророческое слово разное. И одна сестра, у нее была дома скандал с мужем перед тем, как единослужение. Ну, поссорили что-то, поспорили, не согласились с чем-то. Неприятная очень ситуация. Ну, и как-то так пошли, как-то вроде бы замяли. Ну, а на душе осадок и неприятное сознание того, что что. Ну, нехорошо все это было. И она так переживала, что Бог ей что-то скажет. И она говорит, Господи, я так не хочу, я и так все понимаю. Я, ну, как бы, мне так не хочется, ну, это, еще слышать обличение. Я и так все понимаю. И она так говорит, я настолько вот переживала. Говорит, и приветствуется, смотрит ей в глаза и говорит, а кто не хочет, чтобы я сейчас говорил, не буду говорить. То есть в данном случае Бог, ну, смотрел, что она не хотела, так как бы, ну, то есть достаточно было того, что она вас сама понимала. Достаточно. И бывают ситуации, где достаточно мы сможем понимать что-то. Но я вам хочу сказать, почти всегда, когда в нас всплывает что-то обличающее или нас освещающее, осоляющее, это всегда действие Духа Святого. Это всегда Господь. Это сила благочестия, которая останавливает нас. Я понимаю, что такое сила благочестия? Это то, что способно поменять мои что? Действия. Я начинаю поступать не как всю жизнь поступал. А как поступать? По-другому. Иначе. С точностью как? Наоборот. Я понял, что я должен принять на себя правила, я должен научиться у этого слова, что если я хочу наследовать благословение, то я что? Благословляю. Это, в данном случае он меня даже не правил. Тут написано, не отвечать и ругаться на ругательство. Я даже ругательство от него не слышу. Он просто, ну, мне отказал. Ничего, меня не оскорбил, не унизил. Ну, я унизился, оскорбился и обиделся. Почему? Потому что он мне отказал. Я понял, кто плохой человек? Он плохой или я плохой? Он-то чего плохой? Он исходит из своих интересов. Он вправе исходить из своих интересов. Это его право. Так, вы говорите. И он вправе. Так почему? Я недоволен. Так я недоволен, потому что я, как Писание говорит, вы, будучи как? Злые. Я, Боже, думаю, Господи, проблемы во мне. Я страдаю не потому, что он плохой. Я страдаю, потому что я плохой. Дорогие друзья, почти всегда, когда мы страдаем, переживаем, это не потому, что кто-то плохой по отношению к нам. Чаще всего это потому, что я плохой. Мне плохо, потому что я плохой. Не потому, что кто? Да, мы будем слышать ругательства, оскорбления и несправедливости. В нашем случае даже этого не было. Но мне уже хватило, чтобы что? Чтобы почувствовать себя плохо. Мне было нехорошо. Я стоял, он уехал, я стоял расстроенный. Я понял, что вот в чем проблема. Бог показал, что мне не должно быть плохо от этих вещей. А если бы он меня обрубал? А если бы он оскорбил? Вот это бы, что со мной было? Вот это бы я нашел тысячу слов, что-нибудь ответить. Я бы у меня не заржавела. Дорогие друзья, я думаю, что эти вещи... Дорогие вещи должны заживить и исчезнуть в нашей жизни. Ибо каким судом судите и какой меру мерите? Наверное, мы не связываем это с нашей жизнью. Наверное, надо слово Божие привязать к своей жизни. Наверное, надо понимать, что все, что в нашей жизни... Очень много этим сформировано мерою и судом, который мы судили. То, что сейчас у нас есть ситуация, есть результат посеянного когда-то. Что посеет человек, то что? Да и пожнет. То есть, Господь многоразлично это говорил. Но если я понимаю, что это настолько важная истина, что Бог о ней говорил, как? Очень много говорил. Это не говорится только о деньгах на самом деле. Деньги в этой истине занимаются совсем немного, только часть. Нельзя ограничиться только деньгами. Я даю деньги Богу и все, а остальное что? Нет, Бог ожидает. Нет, не деньги, это же главное в этом. Мы можем сеять разные вещи. Когда-то я понял, что я работал у людей, меня нанимали, платили. Бывало, что я нанимал работников, которые бы работали со мной. Ну, мне нужна была помощь. Я кого-то брал или из своих, или даже не из своих. И, вы знаете, я старался платить даже больше, чем ожидалось от меня. Почему? Потому что это тоже сейно. Можно сказать так, как ты платишь за труд кому-то, ты можешь ожидать, что тебе будут платить за твой труд тоже так же. Это тоже сейно. Оказывается, насколько я щитро в оплате, настолько я вправе в вере, молиться и просить, получать, что, ну, по отношению к себе. Насколько я милостив к проступкам других людей, настолько я вправе ожидать, что будут снисходительны к моим проступкам и будут ко мне милостивны. И когда мне плохо от людей, или плохо от кого-то, я понимаю, что плохие не люди, а плохое что-то посеянное в моей жизни. Что-то насеять. Потому что формально можешь что-то сеять, в параллель с этим сеять и много зла, открыв просто уста. Можно насеять в свою жизнь много зла. Много зла. Поэтому, дорогие друзья, для нас сегодня очень важно, чтобы мы привязали свою жизнь к этому Слову Божию. Вы знаете, когда привязываешь, начинаешь очень осторожно обращаться с этими вещами. Начинаешь очень осторожно. Потому что ты понимаешь, что жизнь твоя теперь зависит от этого Слова. Что значит привязать свою жизнь к Слову Божию? Это значит поставить прямую зависимость. Это значит, я верю. Это значит, что верующий человек, он верит, что его жизнь строится и подчинена Слову Божьему. Что с ним происходит по Слову Божьему. Никак иначе. Никак непонятно. А, непонятно, почему так произошло. Нет, все понятно. Нет, все понятно. Строится по Слову Божьему. Когда я привязал свою жизнь, и я верю, тогда меня начинает менять, меня начинает от вас будет останавливать. Я буду бояться посеять что-то. Я буду бояться посеять проклятие, потому что мне его пожинают. Кстати, когда сеешь, пожинаешь больше. Ты не пожинаешь одно то же семя. Мера боя увеличивается. Посеянное оно приносит плод. То есть оно в 30, да, в 60, в 100 крат. Да, Писание говорит? Семь имеет свойство. Но если я посею что-то одно, то я посею 30 чего-то более подобного сему. И я решаю для себя, я не хочу в своей жизни этого. Я не хочу, чтобы мне было плохо. Часто нам плохо не потому, что кто-то плохо нас посмотрел или сказал, а потому что мы это так воспринимаем. Вы знаете, благо не воспринимать. И не замечать, если кто-то на тебя косо смотрит, бросает вот этот взгляд. Не жить этим. Потому что тебе тогда хочется гордыть. По-украински очень хорошее слово. Гордыть, то есть тебя распирает, как когда расслабилось. Человек, конечно, распирает, сказать что-то в ответ. Ответить. Отомстить. Это мучает человека. Ему плохо. Потому что эта зараза попала. Но когда ты не замечаешь, когда ты это не воспринимаешь, когда ты не обращаешь внимания, как можно меньше обращаешь на это все внимание, тогда эта зараза не попадает. Ты не будешь валить, тебе не будет плохо. А он на тебя посмотрел косо. А он тебя не... Когда, где, не знаю. Дорогие друзья, нам плохо не потому, что вокруг все плохо. На самом деле мы верующие люди. Почему? Мы претендуем на то, что Бог с нами. Ну как, ну это подразумевается. Верующий человек это особенное состояние. Это когда Бог с тобой в жизни. Бог с тобой. Не имеет смысла быть верующим, если это не обеспечивает тебе состояние. Бог с тобой. Бог с тобой. Бог с тобой. Это самое главное. Это самое ценное вообще. Потому что если Бог со мной, то я могу воспринимать от Бога. И мне будет хорошо. Потому что Бог благует. Никто не благ, как Господь. Если Бог со мной, то я начинаю что испытывать? Благость. Если я без Бога и не нахожусь со злыми людьми или плохими людьми, и буду еще я сам зол, то это такая ядерная смесь, что там плохо, плохо, еще раз плохо, и много раз плохо. Иногда слушаешь жизненную историю людей, которые рассказывают свои проблемы, и, ну, человек вот рассказывает, и я слушаю, и настолько все плохо, что думаешь, может ли быть еще что хуже, но тут человек рассказывает, еще хуже становится. И думаешь, когда будет что-то хорошее? Я сижу, что, а как пришло хорошее? А, умер, заболел, выгнали, посадили, и плохо, плохо. Я слушаю, я такая, а ты что это за такое? Это называется без Бога. Когда плохое на плохом едет, и плохим погоняет. И все вместе. И такая смесь, даже кино даже такое. Я выслушал истории от людей, когда в кино такого сценария ужасов не придумывают. Думают, но я думаю, надо поучиться. Если у них кончились идеи для ужасов, ну, вот, человек вот расскажет о том простое, и вы можете очередной фильм про проклятие, так и назвать, из фильма называется «Проклятие». Это гипномовый фильм. И вот можно назвать очередной фильм «Проклятие», вот с большими буквами. И все, я там рассказываю, все умерли, остался полтора человека осталось, и то готов умереть. И вот так, женщина в пользе мне рассказывает про свою семью, про свою родню. И я так, я в конце умерли, плохо очень, кончили. И она осталась, еще там полчеловека, который тоже, и она ждет, что тоже с ней трогутого живут. То есть, все плохо. Дорогие друзья, мы не должны так жить. С нами так не должно быть. Это не наша судьба. Я не должен быть сыном проклятия. Это сыны проклятия. И когда Бог говорит, как сын проклятия, это все, я понимаю. Как сын, это не должно быть в моей жизни. Как сын проклятия. Я не предназначен это наследно. Потому, дорогие друзья, Бог призвал нас наследовать благословение. И потому не воздавайте злом на зло. Не отвечайте ругательством на ругательство. Напротив, благословляйте. То есть, человек даже не ругал меня. Он меня не проклинал, не нагрубил мне ничего. Ничего плохого не сделал. Но я уже готов был его проклинать. А писатель говорит, что даже если вас проклинают, ругают и оскорбляют, что говорит? Благословляйте. Напротив, благословляйте. То есть, давайте людям то, что они не заслужили. На самом деле, и спасение есть что? Это то, что мы не заслужили. Спасение – это то, что мы не заслужили. Благословение – это то, что мы не заслуживаем. И Бог нам дает это. И если мы называем себя сынами, дочерями Божьими, если я сын Божий, я сын благословения, то я начинаю так же. Я учусь от Бога, как то, что оказывает мне, я начинаю оказывать людям. И я благословил этого человека, и мне стало хорошо. Вдруг, и вдруг, вы знаете, мне стало хорошо. Когда ты избавишься от зла, тебе будет хорошо. Вы будучи злые. И потому, как сыны благословения, мы избавляемся от зла. Нашего зла. Мы избавляемся от лукавых судов. Мы становимся более милосердно, снисходительной, долготерпеливой, благословляющей. Это не значит, что мы поддерживаем зло или потакаем ему. Нет, есть край. Но мы становимся очень внимательны. И очень, очень, мы говорим, Господь, как ты? Не судите как? Не судите по наружности, Писание говорит. А как судите? Судом праведный. А как? Откуда я его возьму? От одного. Только есть один праведник. Один истинный, от которого вся праведность исходит. Правильно? Один есть благое, от которого вся благость. Один мудрый, от которого вся мудрость. Значит, если я хочу что-то понимать и правильно судить, я прихожу к Богу, и я благоговение в трепет и говорю, Господь, научи меня судам твоим. Помните у Давида, так в своем уме молился? Да, сколько? Это не раз у него. В Салмах повторяется. Научи меня судам твоим. То есть он хотел понимать и судить о вещах, как Бог на это смотрит. Потому что опасно, если я сужу о человеке не так, как Бог о нем судит. Я вступаю в разногласия с кем? С Богом. На самом деле. Ведь это правда. Если я сужу о человеке не так, как Бог о нем судит, то я вступаю в разногласии не с человеком. У меня проблема с Богом возникает. Потому что Бог может видеть иначе человека и принимает его иначе. И потому я как сын благословений, как сын Божий. Для меня очень важно привести мое суждение в соответствие с чем? С Божьим. А вот тут, когда правильно все становится, возникает потребность. Не обязанность, а потребность. Я начинаю молиться. Почему? Потому что я понимаю, что чтобы меня получать, я начинаю постоянно. Мне нужен постоянный контакт с Богом. Не когда-то, не время-премя. Каждый день мне нужен контакт с Богом. Потому что только от Него я могу получить. Не получаете первое. Почему мы не получаем чего-то от Бога? Это что? Не бросите. То есть нет контакта. Нет общения. Мы все получаем через общение. В этом мире все делается через что? Через общение. И чем качество общения выше, тем выше что? Результат. Почему люди даже в деловых кругах, в бизнесе, они пытаются более, как бы, ну, в обстановке, чтобы расположиться, чтобы действовать, ну, вызвать доверие, чтобы было общение. И они тогда что? Больше получают пользу от этого общения. Больше получают преференции. Даже так люди поняли. Так, нет, чтобы понимать Бога, нужно общение. Нет общения, и понимание исчезает. Я заметил, что в моей жизни были люди, которыми я часто и много общался. Бывали периоды. И отношения наши были, ну, близкие, да, можно сказать, ближе к дружественным. Очень близкие. Но когда общение прерывается по чему-то, ну, по проблемам, ну, ну, расстояние, да, какие-то обстоятельства, и ты долго с человеком не общаешься, начинается что? Процесс отчуждения. Я ничего не делаю, чтобы отчуждиться? Нет, наоборот, я как бы хотел бы. Но потом, спустя время, я чувствую, что мне опять нужно время общения, чтобы восстановить. Оно начинает просто само происходить отчуждение. Нет общения, нет отчуждения. И вот отчуждение с Богом, это очень-очень-очень плохо. Если у верующего человека отчуждение с Богом, это все, это среда, в которой может все плохое происходить. Почему? Все, что и в этом мире. Потому что мир живет без Бога. Мир без Божих. И там происходит то, что я рассказывал. Там такие сценарии, там ужас по ужасе и ужасом погоняем. Там все в куб в куб. Там как, посмотришь истории, там... И потому я понимаю, что мне нужно общение с Богом. Мне нужно быть на связи с Богом. Я хочу, чтобы Бог останавливал меня. Чтобы в моем сердце звучал голос. Чтобы Он мог меня обличить. Чтобы Он мог меня научить. Чтобы Он мог меня вдохновить. Когда мне понадобится вера, я услышу слова веры от Бога. За Ним сердце. И я скажу, не смотрю ни на что. Какая бы ситуация угрожающая ни случилась. Но я услышу от Бога, не бойся, я с тобой. И я понимаю, что все будет хорошо. Как бы ни казалось, что плохо. Как бы ни поднялась волна, которая готова накрыть тебя. И говорит, я тебя сотру в порошок. Я тебя уничтожу. А тебя ничего не будет. С тобой сделаю все, что я хотела. Но Бог говорит твоим сердцем, не бойся. Я с тобой. Я понимаю, никто не сотрет, не уничтожит, не раздавит. Ничего с тобой никто не сделает. Что может быть о цене? Что может быть цене? Ничего не может быть цене, чтобы приобрести такое. Я хочу, чтобы голос Божий звучал. Потому что мне нужно. И для этого я смотрю, чтобы я поступал как сын благословения. Не как сын проклятия. Потому что в разногласии войти с Богом, это нарушить общение. Невозможно, если я противостою Богу и общаться с Ним. Пока я не устраню противостояния, у нас не получится разговора. Правильно? Пока люди не удалят непримиримую позицию, они не могут общаться с друг другом. Поймут ли двое, не согласившись, не могут люди ничего делать. И Бог не может с нами ничего надать, пока мы с Ним противостоим Ему. Пока мы судим не так, как Он судит. Пока мы противостоим Ему. Я думаю, я привожу, я привожу. Не Бог будет приводить в соответствие со мной. Я привожу в соответствие с Богом свою жизненную позицию. Я меняю свои мнения. Я меняю свои убеждения. Я отказываюсь от своих намерений. Я. Это должен делать я. Потому что дела Бога, они написаны какие? Они совершенные. Богу не надо ничего менять или подстраиваться. Он говорит, ой, извини, я не прав. Ты более прав оказался. Такого быть не может. Бог по ругаем не бывает. Он не окажется неправ. Потому что это Бог. Потому что если возникла проблема, это проблема не в Боге. Это проблема во мне. Это что-то во мне противоречит Богу. Если у нас общение с Богом нарушилось, это что-то во мне противоречит Богу. Противоречит Его воле. И пока я не останусь на своем, я буду думать, что я в этом прав. Да как бы я ни казался прав в своих глазах, результат будет, называется, без Бога. Без Бога я оказался. Я прав в своих глазах, и оказался, что без Бога. Очень-очень плохо. Для вежущего человека катастрофа. Потому что со мной начнет в жизни происходить все, что происходит в мире. Мир без Бога. И там эта тьма, все что угодно в этом зле. Мир лежит во зле. Там все это происходит. Это все называется без Бога. И я для себя решаю, что я хочу, чтобы происходило в моей жизни. Что я хочу, чтобы происходило. Я хочу, чтобы в моей жизни происходило что-то от Бога. И не что-то. А каждый день. Я хочу переживать Бога в своей жизни. И если какой-то день я перестаю ощущать. И теряю с Богом отношения. Когда это катастрофа. Не отсутствие каких-то финансов или возможностей. Катастрофа. Это отсутствие отношений с Богом. Если в какой-то день я потерял. И не чувствовал. И не переживал. И не получал. И не подкреплялся. Значит, что-то плохо стало. Значит, поворот не туда. Есть даже фильм такой. Поворот не туда. Ну, он с фаталью вопросом. Я всем с ним тоже умирал. Насколько я помню. Давным-давно смотрел. Он помнил. Поворот не туда. Этот фильм, что ты не делаешь. Проклятие, тебе конец. Все равно тебе кирды. Как бы ты ни пытался уйти от кирды. Так я думаю, поворот не туда. Это когда я вхожу в разногласия с Богом. И когда я стоял на остановке, я понял, что я не буду разногласия. Для меня мое мнение, все. Ничего не имеет значения. Моя обида, это все мусор. Мои мнения, обиды, мои суждения, все. Я говорю, Господь, я расположусь в Сосерии. Говорю, благословляй этого человека. Пусть ему будет наполнено. Пусть у него будет очень успешный день и благословение. Потому что я знаю, что я открываю дорогу Богу в свою жизнь. Ибо Он, как написано, Его солнце светит. Как солнце светит над злыми и добрыми. И как дождь проливается на злых и добрых. Так любовь, что Божия, открыта и проливается. Если я Сын Божий, я Сын благословения. Я учусь у Бога, что благословлять не только добрых. Но благословлять злых, мнений уотных, неприятных людей. С которыми я не согласен или еще какие-то вещи. Я, в конце концов, все равно нахожу, как благословить и пожелать им блага в жизни. Дорогие друзья, очень важно наблюдать за своим сердцем. Что со мной происходит. Самое страшное, вот остаться. Все равно такие вещи проявляются. Но хуже всего, если мы останемся в правом своих глазах. И это продолжится. И ты будешь прогоминать каждый раз. А ведь берут, очень часто не берут. И представляете, сколько до этого, когда микроавтобус не брал. И Бог ожидал, что, может быть, я сам приму решение. Может быть, сам, но сам нет. Настолько мне было это. Все дружно говорят, прям хором. Ну и едь пустой, пусть у тебя никого не будет. На, ну такой нельзя у нас и едь. И я присоединялся к этому хору. И знаете, Бог вмешался. Дорогие друзья, я хочу, чтобы Бог вмешивался. Это было бы. Лучше так, чем когда я столкнусь с проклятой своей жизнью. Когда у меня будет так пусто, как я пожелаю этому человеку. Потому что сегодня мне крайне важно, чтобы Бог вмешивался в мою жизнь. Вы знаете, Писание говорит, приготовьте путь Господу, да? Прямыми сделайте стезию. То есть, чтобы нам встретиться с Богом, мы должны что-то изменить, да? Всякий холм, да, понизится, да? А долг, да, наполнится. И приготовьтесь к стезию. Чтобы была встреча с Богом, я что-то должен сделать. Если бы я не отрекся от своего мнения там на остановке, я не пережил бы благодать. И когда я благословил человека, мне стало хорошо. Мне пришла радость, свобода, обида ушла, неприятность ушла. И мне было хорошо на остановке стоять. Ну и что, что я стал состоять? Ну и то, что я мог уже ехать там где-то. Неважно, через какое-то время что-то приехало, я уехал. И проблемы нет. Но самое главное, в моем сердце не осталось проблем. Я не поехал с этой обидой, я с этим злом не жил. Не живите злом, дорогие друзья. Не живите за злом. Если какое-то зло возникло, солнце-то не зайдет во гневе. Надо избавляться от него. Надо иначе оно породит другое зло. И оно как семьи из одного какого-то зла. 30, 40, 100 крат, сколько там. И будет так продолжаться этот процесс. Надо когда-то отречься от зла. И благословлять проклинающих нас, причиняющих нам зло, благословлять. Для мира это безумие. Для мира и вера во Христа это безумие. И потому мы безумны Христа ради. Как мы безумны? Мы поступаем по Слову Божьему, по Его воле. Мы согласны с Ним. Мы не с миром согласны, а с Богом согласны. Вот всегда в чем вопрос. Я с миром согласен или с Богом? У мира свое мнение, у Бога свое мнение. Но если я хочу жить с миром, я согласен с миром. Если я хочу быть с Богом, и чтобы Бог был со мной, чтобы ночь у меня учила внутренность, чтобы слышать Его голос. Потому что тот голос, который обличает, тот же голос, который сказал мне, как сын проклятия, то есть обличил меня, показал мое состояние, тот же голос говорил мне, сын мой, я много раз остановил смерть в шаге от тебя. И я плакал на улице. Тот же голос. Если я не хочу слышать обличения, я закроюсь и от благословения. И сколько раз Бог говорил, не бойся, я благословляю тебя, не бойся, не бойся, будет успех. Когда Бог говорил, нет, когда Бог обличал и когда благословил, это тот же голос. Мы не можем сказать, нет, Господь, мы не хотим слышать обличения, а только хорошее нам говорили. Такого не будет. Если ты хочешь слышать хорошее, если ты хочешь, чтобы услышать, когда тебе понадобится, что Бог с тобой, что Он не оставил тебя, что все, буря утихнет, и лодка твоя не утонет, если ты хочешь слышать, что лодка не утонет, как бы ни казалось, что она уже утонула, то ты будешь готов слышать, когда Бог будет учить тебя, как учит отец сыновей свои. Так написано, да? И знай сердце твое, что как отец учит детей своих, так Бог учит тебя. И поэтому готов ли я учиться? Готов ли я не только учиться в специально отведенное время, пусть своим специальным временем будет твое время жизни. Ночи ли день? И потому тогда, когда у меня эта цель, я даже ложась спать, я буду говорить, Господь, моя внутренность открыта для тебя, чтобы что? Учиться. Учи мне. Я просыпаюсь, я хочу. Учи мне, Господь. Учи, потому что ученики Христовы, христиане, стали называться кто? Ученики Иисуса Христа называются христианами. Это те, которые в процессе обучения, те, которые слышат голос и за чужим не идут, те, которые знают этот голос, слышат его и покоряются ему. Они стоят на своем. Я прав, я с тобой прав, я прав. И тогда в своей правде человеку плохо. Человек прав, но ему плохо. И вот когда я прав, а мне плохо, я понимаю, что это моя правда, это не Божия. Если я прав и от Бога прав, то мне станет хорошо. Я получу исцеление. Потому что моя правда человеческая будет меня разрушать. Она сделает меня несчастным, угрюмым, ожесточенным. Но когда я приму правду Божию, вместо своей заменю, то у меня будет и радость, и мир, и утешение. И я скажу, Господь, как хорошо, я хочу сделать здесь кущи и остаться навсегда. На этой горе преображения, где Бог сам преображается, Он преображает нас. Вот для чего гора преображения. Он приводит нас, чтобы преобразить. Потому, дорогие друзья, если мы следуем за Иисусом, мы все приходим на гору преображения, где Бог нас преобразит в свою славу. В свою славу. Я хочу идти этим путем. И каждый день это путь. Каждый день я делаю свой выбор, твое решение. И каждый день для меня это очень важно, чтобы голос Божий звучал для меня. Потому я соглашаюсь, и я учусь, и обращаюсь к Его Слову, и читаю, какую меру мерите, такой отмерится. Я говорю, Господь, вот эта правда, которую я буду принимать в свою жизнь, научи меня и утверди меня. Давайте встанем на ноги наши. Отец Небесный, Господь, Твоя правда исцеляет, а человеческая правда, она, Господь, поражает, опустошает и разоряет. Она не приносит радости и счастья. И бывает, человек прав в своих глазах, но глубоко несчастен. Я переживал это в своей жизни много раз, Господь. И пока я противился Тебе и не покорялся Твоему Слову, я был несчастен. Пока я был прав в своих глазах, я был несчастен. Я не хочу быть прав в своих глазах, Господь. Я буду несчастным человеком. Несчастным человеком. Но Ты, Господь, призвал меня не быть несчастным. А Ты сказал, радуйтесь радостью вечной. Мир, Царство Небесное, это не пища, питье, это не земные блага, это мир, праведность и радость во Святом Духе. Господь, ну чтобы это было, я должен принять Твою правду. Я должен сделать прямыми стези, исправить свои пути. Я должен привести свое понимание в соответствии с Твоим. Признать, что Ты прав. Твое Слово, ну истина. Как бы мне и казалось, что я прав. Господь, Ты прав. Твое Слово правое, когда я приму его, оно исцеляет меня, не даю, и роет радость. Но исцелит меня от обид, от ожесточения, от претензий, от ненависти, от злобы, от неверия, от отчаяния, от страха. Оно исцеляет. Слово Божье исцеляет. Господь, если только я приму, если только я изменю свое понимание, нас понимание Твое, Господь. Потому что Ты никогда не изменишься. В Тебе нет ни тени перемены, Ты не меняешься. Меняться надо мне, Господь. Если между нами возникли разогласия, Господь, я знаю, меняться надо мне, значит я что-то неправильное, в чем-то я Тебе противоречу. Если мне плохо, и я называюсь Сыном Божиим, значит я в чем-то Тебе начал противостоять, Господь. Я сужу не так, а Ты судишь. И имею мнение, не такое отличное Тебя, и противостою. Господь, сегодня Ты призвал нас благословлять, как имеющих наследовать благословение. И сегодня мы учимся, Господь, от Слова Твоего, от Духа Твоего. И я прошу, Господь, чтобы нас всегда посещало Слово, нас всегда Ты посещал Твой голос, пусть на остановках, или на постелях наших, или на работе нашей, но Твой Дух посещал нас и учил нас. Господь, сегодня мы понимаем, что очень важно, чтобы время учения было, это не какое-то отдельное когда-то время раз в неделю. Время учения, это всегда, это каждый час моей жизни, Господь. Это время, когда я учусь, я хочу, если я хочу, это будет происходить, Господь. К тому, Боже, мы должны открыться для Тебя, приготовить Тебе, исправить что-то в своем представлении и понимании. Потому что, если мы неправильно судим о Боге, то мы, Господь, не можем общаться с Тобой, мы в разногласии. К тому, Боже, благослови, чтобы у нас между Тобой и нами не было разногласий, между Тобой и мной не было разногласий, чтобы я не противоречил Тебе своей правде и своим пониманиям. Потому что сегодня очень важно, чтобы я отрекся от своего понимания, Господь, от своей правды. Потому что только Твоя правда есть истина, Господь. Она устоит и она дарует жизнь. Сегодня, Господь, Ты призвал нас к тому, чтобы нам было хорошо. И вот Ты благ. Ты благ, Господь. Ты благ. И если мы приближаемся к Тебе, мы ощущаем благо. И нам будет благо приближаться. Так и написано, Давид говорил, а мне благо приближаться к Господу. Потому что сегодня время благо приближаться к Господу. Сегодня время меняться. Сегодня время, время, время приводить свое внутреннее понимание состояния соответствии с твоей волей господь благослови мы открыты для твоего голоса для твоего слова мы открыты для тебя говорим нашу жизнь везде на улицах наших в домах наших день и ночь пусть учит нас внутренность нашим мы для этого призваны отец это самое главное что происходит на жизнь все остальное не так важно господь благослови здесь во имя иисуса мы воздаем тебе славу и хвалу за твою истину за твое слово во имя иисуса а